Здравствуйте! В эфире итоги недели. Меня зовут Владимир Антошкин. В течение ближайшего получаса мы напомним о наиболее заметных событиях минувших 7 дней. Коротко о том, чему будет посвящен выпуск. Рекордная сумма более 90 миллионов рублей должна пойти на развитие кумертауского бизнеса. В городской мэрии распределили средства по направлениям. Кумертау посетили представители целого ряда районов и городов Башкортостана, обсуждали проблемы молодежи, наградили лучших, обозначили перспективы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлом году кумертауским предпринимателям отдали более 16 миллионов рублей. В этом планируют раздать более 90. Все это в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. На минувшей неделе прошло заседание совета, где распределяли средства по направлениям поддержки. Всего их в этом году 5. Более 95 миллионов рублей необходимо безвозмездно отдать кумертауским бизнесменам. Такая задача стоит перед Советом по развитию и поддержке предпринимательства. Сумма рекордная. Больше денег дают только в Москве и Санкт-Петербурге. Накануне в кумертауской мэрии состоялось очередное заседание совета, на котором распределяли средства по направлениям. Всего их в этом году 5. Компенсация части лизинговых платежей, процентов по кредитам, затрат на приобретение оборудования, а также субсидирование социального предпринимательства и стадии становления стартап. Сегодня нам на совете необходимо рассмотреть два вопроса. Первое – распределение суммы субсидий между видами поддержки. И второе – установление максимальной суммы субсидий на одного получателя поддержки. Предварительно решено стартап субсидировать до 300 или до 600 тысяч в зависимости от количества учредителей. Желающим компенсировать расходы на приобретение оборудования планируется выделять до 5 миллионов рублей. Тем, кто хочет покрыть часть затрат на лизинг – до 3 миллионов. Остальным видом поддержки достались суммы до 1 миллиона по каждому направлению. Деньги, которые нам выделяются из федерального республиканского бюджета в объеме 95 миллионов рублей, мы обязательно освоим. У нас очень активные предприниматели, которые уже заполняют пакеты документов, оформляют, приходят с вопросами. И освоение будет однозначно. Конкурс открытый. Заранее ничего не решено. И шанс есть у каждого бизнесмена. Такое заявление было сделано в ходе обсуждения. Заявки от предпринимателей уже начали принимать в многофункциональном центре. С 6 по 25 июня проходит конкурс на субсидирование из муниципального бюджета. После того, как бизнесменам отдадут 3 миллиона местных денег, начнется поступление из республиканского и федерального бюджетов. Понятное дело, что деньги получат не все предприниматели, подавшие заявки. Для этого необходимо соблюсти ряд условий. Нужно не иметь задолженности по налогам. Это очень сложно. Не все предприниматели на определенный момент времени не могут обеспечить полное погашение долгов. Нужно именно заниматься тем видом деятельности, которое прописано в программе. Он довольно-таки широкий, но все-таки он есть. То есть банковские, организации, страховые компании, игорный бизнес, допустим, они не могут получить эту поддержку. В прошлом году был запрет на оптовую розничную торговлю. В этом году он вернулся, эти виды деятельности. Также предприниматель должен обеспечить, создать рабочие места. То есть, если ты создал два рабочих места, то шансы твои выиграть конкурс очень маленькие. К слову, в Кумертауский многофункциональный центр можно подать заявку и на участие в республиканском конкурсе. Для этого теперь не нужно ехать в столицу Башкортостана. Отдельно отметим, что проекты, требующие финансирования из федерального бюджета, рассмотрит линейный менеджер Кумертау от Фонда развития моногородов Андрей Миголь. На минувшей неделе в Кумертау прошло выездное заседание коллегии Министерства молодежной политики и спорта Башкортостана. Городской округ посетили представители целого ряда районов и городов республики. На рассмотрение вынесли актуальные вопросы молодежной политики, обсуждали их перспективы. В целом, коллегия работала по трем направлениям. Развитие опорных видов спорта, военно-патриотическое воспитание и поддержка молодежных инициатив. Накануне наш город принял выездное заседание коллегии Министерства молодежной политики и спорта Республики. Были собраны более 200 специалистов из разных регионов Башкортостана. На площади перед фейерцентой Дослык гости ознакомились с основными молодежными движениями и опорными видами спорта нашего города. Кадетские классы школ города показали элементы строевой подготовки, а младшие классы кадетов приветствовали участников коллегии патриотичной песней. 14 кадетских классов. Из них два полицейских класса по линии МВД, один казачий класс, два класса пограничных войск ФСБ, один класс по линии судебных приставов, один класс по линии МЧС. Для обсуждения наиболее актуальных вопросов, связанных со спортом и молодежной политикой, участники коллегии переместились в концертный зал центра. С докладом об организации работы в данных областях выступил глава администрации Борис Беляев. В Кумертау принята отдельная муниципальная подпрограмма развития опорных видов спорта и физической культуры. Учитывая тренерский состав, состояние материально-технической базы, сложившихся традиций и популярности, были определены пять видов спорта в нашем городе. И в течение шести лет целенаправленно реализуется их развитие. Дзюдо, греко-римская борьба, лыжные гонки, тяжелая атлетика, бокс. По каждому из опорных видов спорта Кумертау проводятся масштабные турниры всероссийского и республиканского уровня. Спортивно-визитная карточка Кумертау в последних лет стали турниры на призы главы администрации по дзюдо и греко-римской борьбе, на каждой из которых собираются до трехсот спортсменов Машкортостана, Оренбургской области и Казахстана. Более 20 лет в городе проводится всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России, мастера спорта Советского Союза под дзюдо, Сержик Анушаванович Антиняна, основоположника школы дзюдо в городе Кумертау. Развитие опорных и массовых видов спорта напрямую зависит от созданных условий для этого. Борис Беляев рассказал о новинках 2016 года в спортивной сфере города и о материальных поощрениях спортсменов и тренеров за победы на уровне в ПФО и России для стимулирования высоких достижений. Все это повышает интерес к спорту и способствует его развитию. Также глава администрации выразил благодарность за сотрудничество заместителю премьер-министра правительства Республики Башкортостан за внимательное отношение к инициативам города, помощь и поддержку и вручил благодарственное письмо. Марат Магадеев отметил успешное развитие спорта и военно-патриотического воспитания в Кумертал как направление, в которых требуется развиваться городу-республике для здоровой нации будущего. Было очень приятно смотреть на эти воодушевленные лица, которые сегодня нам демонстрировали и упражнения с оружием, и просто прохождение. И, конечно же, я думаю, что это готовые кандидаты или готовые курсанты наших военных учебных заведений, которые завтра встанут на защиту нашей Родины. Также заместитель премьер-министра правительства Республики поделился своими впечатлениями от посещения спортивных сооружений города. И сегодня мы уже посетили абсолютно готовый, действующий физкультурно-оздоровительный комплекс с замечательным бассейном. Главное, там есть жизнь, там занимаются ребятишки, занимаются и в тренажерных залах. Но мы посетили строящийся ледовый комплекс 320 миллионов капитальных вложений. И к июню 2017 года объект по плану должен быть введен, и он, я уверен, будет введен. Это, наверное, станет изюминкой не только города Кувертал, но и всей южной составляющей нашей Республики. В рамках мероприятия памятной медалью и грамотой был награжден глава администрации Борис Беляев за значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 года в городе Сочи. В продолжение пленарного заседания докладчики рассказали о формировании базовых видов спорта в Республике Башкортостан, обеспечении медицинского сопровождения спортивных мероприятий и повсеместном развитии легкой атлетики. После завершения коллегии гости посетили военно-патриотический клуб «Гефест», где ознакомились с его работой во всех направлениях, а также сами смогли поучаствовать в выполнении таких спортивных дисциплин, как сборка автомата и стрельба. Музей боевой славы является одним из многочисленных достижений «Гефеста». Его экспонаты руководство клуба также продемонстрировало посетителям. Здравствуйте! Музей боевой славы. Добро пожаловать! Здесь у нас музей был сформирован в 2009 году, и с тех пор мы уже начинаем работать. Далее гости посетили аудиторию, в которой учащиеся занимаются горной подготовкой и спелеотуризмом, оценив по достоинству многопрофильность клуба «Гефест». Видно, насколько ребята заинтересованы и задействованы в этой работе. Конечно, это благодаря все, опять же, политике руководства, в первую очередь района, города, и, конечно, клуба, и политике администрации именно в заинтересованности развития, как молодежной политики, так и спорта в городе. Поэтому хотелось бы поблагодарить всех за такую настоящую, вот именно настоящую работу от сердца. Большое спасибо людям, которые вкладывают сюда всего себя. Следующей городской площадкой, которую посетила коллегия, стал Оренбургский государственный университет. В торжественной обстановке филиал представил свои основные направления и достижения в реализации молодежной политики. Филиалная студия «Интемп». Вокальные группы «Фиеста» и «Вираж». Далее гости были приглашены на семинар-совещание с руководителями органов управления муниципальных районов и городских округов. Министр молодежной политики и спорта Андрей Иванют рассказал присутствующим о новых организациях и движениях, сформированных в республике. Движение призвано систематизировать патриотическое воспитание. А также увлечь ребят военной тематикой. Юнормейцы рассказали гостям о структуре проекта и участии в нем. Сидим мы смотрим, как идут атаки наших немцев. Танки стреляют. Идет уже бой где-то 8 минут. То есть мы привыкли к тому, что идет перестрелка между немцами и нашими танками появляется. И тут неожиданный гул. То есть самолеты, да? Летят два истребителя. Причем истребителя времен Великой Отечественной войны. Посмотрите, что видно. То есть вот это вот наверху фотографии, как раз мы их увидели. И вот внизу эта фотография, насколько низко. Они еще даже ниже летали. Ну и все это было с эффектами, то есть взрывы и так далее. После завершения выступлений прошла церемония награждения студентов, участников федеральной программы. Далее коллегия продолжила работу по секциям круглых столов. Мы представили экспонаты, представили экспозиции, посвященные деятельности наших студенческих объединений, а также основных результатов участия нашего филиала в федеральных, республиканских, региональных форумах и проектах, реализуемых в том числе и Министерством молодежной политики и спорта. Выезд по площадкам участников коллегии был запланирован по двум направлениям. Параллельно руководителям, посетившим ОГУ, другие делегаты по спортивной сфере посетили два объекта. Сначала они отправились на лыжный стадион, где была организована мототрасса. И сборная города Кумертау по мотокроссу продемонстрировала тренировочный заезд всех возрастных групп. Директор спортивно-оздоровительного комплекса «Прометеи» рассказал гостям о структуре клуба и основных составляющих его организации. Далее коллегия отправилась в СУК «Прометей», где Ренат Хайреддинов провел гостей по всем помещениям, показав гостиничные апартаменты, а также тренажерные залы и спортивные для занятий дзюдо. Целью организации коллегии было не только подведение итогов работы в последние годы, но также выявление основных проблем по вопросам молодежной политики и спорта. Каждый из начальников отделов данной сферы на мероприятии сумел определить задачи и способы их решения для своего региона, поделившись опытом с другими руководителями. Большие вопросы вообще в организации работы комитетов. То есть в каждом районе комитетов по спорту и по молодежи политики, они как бы везде по-разному. То есть и взаимодействие спортивных школ, то есть многие спортивные школы в районах, они у нас под отделом образования, то есть относятся к министерству образования. Получается, тут взаимодействие отрабатывать надо. Посмотрела вот на ваш технический вид спорта, это мотогонки и спидвей, которые вы зимой проводите. У нас тоже есть технический вид спорта, но не к разряду ДОСАФ находится, это велоспорт шоссе. У нас тоже раньше была мотосекция, которая скончалась вместе с трудностями финансовыми. Посмотрела снова на этих мальчишек, но захотелось, что мальчишки должны заниматься, конечно, техникой, а не сидеть у компьютеров. Коллегия прошла очень продуктивная. Я уже говорила, что у меня был ряд вопросов, на которые коллеги дали ответы. Это не первое предварительное голосование «Единой России», организованное в преддверии сентябрьских выборов. Напомню, при определении кандидатов в депутаты Госдумы к процедуре «Праймерис» привлекали широкие слои населения. Теперь же тех, кто будет баллотироваться в Советы городского округа, избирали внутрипартийно. Выбирали тех, кто будет претендовать на кресло депутата Совета городского округа Кумертау. Очередное предварительное голосование, на этот раз внутрипартийное, провели в ДК «Рассвет». Из 54 кандидатов необходимо было выбрать 25. Это встреча с участниками. Каждый участник, который желает, он может сейчас выступить, рассказать о себе, рассказать о той программе, которую они впоследствии будут защищать, с которой они будут выходить на выборы. Среди претендентов – действующие депутаты, общественные деятели, предприниматели и, пожалуй, даже романтики. Как правило, кандидаты обещали в случае избрания делать упор на ту сферу, в которой давно работают или к которой имеют непосредственное отношение. Это, например, спорт, образование, национальные традиции или даже переработка мусора. Есть и те, кто своей задачей видит повышение правовой грамотности населения. Повышение правовой грамотности населения в городе осуществлялось мной посредством обеспечения подготовки и выпуска программы «Юрист.ФМ» на радио «Арис». В течение четырех лет посредством радио я сообщал о новинках законодательства, о новинках судебной практики, о правовой позиции органов власти. Эту работу я намерен продолжить. Жаркой дискуссии у зала с кандидатами не получилось. Однако не очень удобные вопросы все же прозвучали. А в партию вы для чего едете? Для того, чтобы вот это все протекает, и врать, чтобы выгрузовали нас. И это с продвижением? Нет, не бизнес. И чем здесь? Справились ли кандидаты с одним из первых своих испытаний на пути к депутатскому креслу, члены партии решали путем тайного голосования. Отдать голос можно было сразу нескольким из них или даже всем одновременно. Результат партийцы обещали опубликовать на своем сайте. Предсказать сейчас можно что-нибудь? Нет. Нет. Мне кажется, результаты будут неожиданны. В Кумертау уже не в первый раз вскрывают корзинку доброты. Это специальный короб, в котором можно оставить нескоро портящиеся продукты. Их после раздают нуждающимся. На очередную выемку товара пригласили съемочную группу телекомпании «Арис». Акция «Кординка доброты» стартовала в начале мая по всей республике. Суть проекта в том, что в магазины каждого города устанавливаются прозрачные стеклянные контейнеры. В них любой желающий может положить продукты долговременного хранения. Обычно контейнеры располагаются на видном месте при выходе из магазина. На них размещена информация об акции и список продуктов, которые в них можно положить. Напомним, что в нашем городе акция стартовала 15 мая в магазине «Ветеран». Результат, конечно, не тот, который мы с вами ожидали. Да, совсем не тот. Люди, мне кажется, не совсем верят в то, что мы действительно эти продуктовые наборы доставляем до тех, кто нуждается. Как вы считаете, почему так происходит? Ну, именно ведь инвалиды, которые малоимущие у нас, таких очень много. Не то, что малоимущие, много уходят на лекарства у них. На продукты они уже питаются совсем. Ну, а вот к пяти семьям, которые вы возили, какие у них? Ну, ведь они все сказали спасибо, огромное спасибо. И бабушки-то в основном со слезами на глазах. Оказывается, всего лишь маленькая такая помощь, пускай небольшой продуктовый набор. А оказалось, что такая помощь действительно серьезная. Поэтому, я думаю, все продолжать нужно. И откликаться нужно обязательно всем. Действительно, с подарками еще. Это же гости, это общение. Потом это было неожиданно, потому что мы их заранее не предупреждали. Было буквально звонок за какие-то полчаса до этого, дома вы или нет. И когда пришли с подарком, ну, это вообще многого стоит, наверное. По прошествии двух недель контейнер открыли. Волонтеры молодой гвардии помогли разделить и упаковать продукты в специальные подарочные пакеты. Также в рамках следующей акции от «Единой России» «Урожайная грядка» отдельным подарком в этот раз были добавлены лунный календарь и различные семена. Пакеты семян. И вот, посмотрите, календарь. Лунный. После этого руководством акции были определены семьи, нуждающиеся в помощи, и корзинки доброты отправились по местам своего назначения. Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Здравствуйте, здравствуйте. Можно к нам, можно. Сегодня мы акцию продолжаем. У нас уже было. В начале акции мы открывали, мы подарили продукты пяти семьям. Сегодня выбрали еще семьи. Вам, в том числе, вы являетесь опекуном, маленьких деток. Детки у вас очень хорошие, умнички. Вы очень хорошо справляетесь с обязанностями, но мы понимаем, что иногда сложно. Поэтому, ну хотя бы, пускай маленькая вот такая вот частичка доброты наших горожан, и в вашу семью сегодня тоже вот так вот придет. Кумертауский реабилитационный центр в этом году отмечает свое 15-летие. На минувшей неделе представители Министерства труда посетили заведение, чтобы поздравить сотрудников с юбилеем, а также вручить лучшим почетные грамоты и благодарственные письма. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья отметил круглую дату. Впервые учреждение распахнуло свои двери 7 июня 2001 года. В честь 15-летнего юбилея в нем прошли торжественные мероприятия. Гости из Министерства труда приехали поздравить детей и сотрудников центра, поблагодарить за ту работу, которую они осуществляют. В среднем в республике ежегодно где-то 7-8% ребят восстанавливают свое здоровье, реабилитируются, хороший эффект реабилитации получается. Именно по Кумертау надо сказать, что в среднем это показатель 14%. То есть он практически в два раза выше имеет результаты по реабилитации детей. Наш сотрудники реабилитационного центра неоднократно становились призерами как республиканских конкурсов профессионального мастерства, так и российских. И вот сегодня мы подведем итоги 15-летия деятельности учреждения и поставим определенные задачи на последующий период. Сотрудников центра и гостей поздравила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Она поблагодарила их за успешно проделанную работу и пожелала терпения, здоровья и счастья. Я ваш коллектив и ваш праздник воспринимаю тоже как свой, родной и даже семейный, потому что и моя мама тоже принимала в этом участие, когда была начальником социальной защиты, именно в эти годы. Я от нее вам тоже передаю большой привет и поздравление, потому что все это видела изнутри и я сама. По словам руководителей, на сегодняшний день центр города Кумертау является флагманом реабилитации детей-инвалидов. Ежегодно в его стенах восстанавливают здоровье около полутора тысяч ребят. Кроме того, учреждение имеет санаторно-курортную лицензию и в год почти три тысячи человек получают услуги по оздоровлению, помимо реабилитации. Все делаем одно дело. Это оздоровление детей-инвалидов. Мне отрадно услышат, когда Дмитрий Александрович озвучил ту цифру, 14%. Это когда-то было, когда я начал работать, тоже, он говорил, 7%. А уже 14%. Понимаете, в чем дело? Это же уровень, понимаете, Башкорстана, а может даже России. В заключении мероприятия для гостей была подготовлена концертная программа. Также в рамках юбилея в парке имени Гагарина администрации города был организован праздник для детей-инвалидов и их семей. По словам заместителя главы администрации, реабилитационное учреждение имеет очень большое значение для города. Большое значение он имеет потому, что помогает им и реабилитировать свое здоровье, и медицинские процедуры провести, и самое главное – социализировать их в этой жизни. То есть каким-то образом приучить их к нормальным условиям жизни и понимать, как они себя должны вести в этом мире. Для детей спели и станцевали творческие коллективы города. Участники праздника в ярких ростовых костюмах героев мультфильмов развлекали ребят забавными сценками и номерами. В праздники с удовольствием участвовали не только дети, но и взрослые. Мероприятие, знаете, очень великолепное. Для наших, особенно деток, знаете, любой праздник – это праздник, действительно. То есть это счастье, музыка, радость. Это обычное детское счастье, которым, допустим, особенно нашим деткам, не всегда, допустим, хватает. И огромная благодарность организаторам данного мероприятия, да, что они сделали этот праздник. Даже не только для наших деток, а вообще для любых деток. Вот. Ну, конечно, нам очень радостно, очень весело. Все очень здорово. Спасибо огромное. Спасибо большое, что такие организуются мероприятия, потому что все равно наших детишек очень много в городе. И мы хотели бы, чтобы это не была только наша проблема, чтобы люди тоже представление имели. И очень приятно детям, потому что нужно их тоже в общество вводить. Несмотря на то, что тяжелые бывают и разные. Спасибо большое. Очень нравится. Наверняка каждого ответственного родителя волнуют вопросы, связанные с образованием ребенка, дополнительными занятиями или медицинским обслуживанием. А у тех родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, эти вопросы, пожалуй, стоят особенно остро. Проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, на минувшей неделе обсуждали в Комертаусской мэрии на специальном совещании. Это не первая такая встреча, когда актуальные темы, касающиеся детей-инвалидов, обсуждаются за круглым столом вместе с родителями. И вопросы повестки дня сформированы в том числе и с учетом их обращений. Мы хотели бы несколько аспектов обучения сегодня рассмотреть на базе наших образовательных учреждений в рамках государственной программы «Доступная среда». И второй вопрос – это медицинское обследование детей-инвалидов, это приобретение специальных аппаратов медицинского обслуживания. Что касается общего образования, в нашем городе три образовательных учреждения, оборудованные по программе «Доступная среда». Это школы номер 3, 5 и 10. Школы оснащены подъемниками, оборудованием для слабовидящих, слабослышащих детей, есть комнаты для релаксации. Об этом рассказала директор управления образования Марина Дерягина. Родители подтвердили, что все устройства используются успешно. Вторая и не менее важная тема – это медицинское обслуживание. На вопросы собравшись, отвечал главный врач Центральной городской больницы Олег Астахов. Одним из обращений стала необходимость приобретения аппарата для микрополяризации спинного и головного мозга. По словам родителей, за данной медицинской услугой им приходится ездить в столицу республики. Олег Анатольевич пообещал узнать все возможности для решения вопроса. Поступили обращения и по прохождению медосмотра у узких специалистов. В этих целях было предложено выбрать специальный день для детей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно обсуждался вопрос о необходимости введения ставок логопеда, которых на сегодня нет в школах. Заместитель главы администрации Наталья Лапшина также поделилась планами по техническому оснащению специализированных групп в детских садах. Сейчас у нас на рассмотрении проект, в котором мы предусмотрели, ну, наверное, сейчас я вам скажу, на более чем на миллион закупку оборудования этот проект грантовый. То есть мы на конкурс его отослали. Очень хотелось, чтобы вы своими мыслями хорошими помогли нашему проекту тоже победить. Если мы эти грантовые деньги получаем, то как раз они будут направлены только, этот проект и заключается в оснащении оборудования детских образовательных учреждений для особенных детей. Мы этой проблемой занимаемся постоянно, ищем разные способы, потому что из бюджета, к сожалению, таких статей нет. Не осталось без внимания темы реализации творческих способностей не только детей, но и молодежи. У нас в республике уже несколько лет проводится замечательный фестиваль «Ломая барьеры». И я вот ко всем мамочкам обращаюсь, чьи дети занимаются в учреждениях дополнительного образования и занимаются каким-то видом искусства. Все-таки на следующий год мы запланировали активное участие в республиканском конкурсе и по осени провести здесь наш этап городской. Именно для фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями. Завершая совещание, заместитель главы администрации обратилась к родителям и впредь все волнующие вопросы решать вместе. От профессионализма и компетентности, высоких личных качеств социальных работников во многом зависит качество жизни миллионов людей в нашей стране. Их социальные самочувствия, уверенность в завтрашнем дне. Так в свое время отзывался о социальных работниках президент Владимир Путин. Вне всякого сомнения, эти слова имеют прямое отношение к героиням следующего сюжета. Алифтина Тахтина и Людмила Кичаева уже проработали в социальной сфере по 40 лет. Более того, эти годы они посвятили исключительно Кумертаускому психоневрологическому интернату. 40 лет стажа и всего одна запись в трудовой книжке. Наверняка мало кто сегодня может похвастаться таким постоянством в трудовых отношениях. Более 40 лет трудятся в Кумертауском психоневрологическом интернате две представительницы одной из самых гуманных профессий. Работницы социальной сферы Алифтина Тахтина и Людмила Кичаева. С 1 апреля 1975 года меня распределили в Кумертауский психоневрологический интернат. И по настоящее время я работаю здесь, палатной медсестрой. Отработала 44 года, будет 1 августа. Мы приехали в 1972 году, после окончания Белоритского медучилища, по направлению. 40 лет обходов, 40 лет непрерывного наблюдения за психическим и физическим здоровьем, 40 лет постоянного надзора за клиентами интерната. Срок немалый, за это время случалось всякое, говорят медицинские сестры. Начинать же приходилось не только с исполнения своих непосредственных обязанностей, а с обычных хозяйственных работ и благоустройства территории интерната. Мы приехали, еще больных даже мало было. Хозяйственной работой мы занимались. Вот эти все деревья сажали мы, которые уже сейчас большие стали. А потом больных начали завозить. Все было новое, все было в первый раз интересно и трудно. Поначалу я плакала, не хотела. Чужая местность, чужая республика, я сама с Челябинской области. Поначалу плакала, больные оказались. Мне было 19 лет. Через полтора, скорее бы, отработать три года. Потом через полтора года вышла замуж. Сейчас работа Кумертаусского психоневрологического интерната налажена должным образом. Понятное дело, этот сложный и длительный процесс не обошелся без помощи медсестер. И наверняка достичь этого не получилось бы без ежедневного упорного труда и неравнодушного отношения к своему делу. А потому и свой профессиональный праздник, День социального работника, медсестры провели на посту. Спасибо им, что учат молодое поколение правильно ухаживать за больными, организуют работу младшего медицинского персонала. И в преддвериях этого праздника пожелать им здоровья, дальнейших успехов. Совершенно точно можно сказать, что случайные люди в этой гуманной профессии долго не задерживаются. Чтобы посвятить себя такому делу, нужно иметь серьезный запас душевных сил, неизгибаемую волю и немалую смелость. С тем, что этими качествами обладают Людмила Кичаева и Алевтина Тахтина, спорить сложно. Тем более, что их наличие они продолжают демонстрировать каждую рабочую смену. 12 июня 1990 года приняли декларацию о государственном суверенитете России. 12 июня, впоследствии ставшая Днем России, это главный праздник нашей страны, который олицетворяет начало государства Российская Федерация. 12 июня было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. В декларацию утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев. Как правило, в День России президент страны вручает в Кремле государственные премии. По всей стране проходят торжества. Кумертау, понятное дело, не стал исключением. Как отмечали День России и горожане, выяснял наш корреспондент. Продолжение следует...